всем здарова с вами дон гапон и сегодня сразу хочу кстати предупредить вот все кто будет писать там в комментариях всякую хуйню типа ты мудак ты не хуйку это говоришь это не профи там там еще такие комментарии пишут там мне было очень смешно смотреть как он обучает музыки там или игре на хуй короче я делаю для простого народа видео свои и поэтому делаю по-народному они для профессионалов профессионалы пусть идут учиться сами играть как хотят так вот вот сегодня хочу вам представить вот такие вот шейкеры их тут три штуки видите они в цвете российского флага фирмы lp это вот выставка была короче на сокольниках но каждый год проводится музыка москва вот это была музыка москва 2013 вот и на этой выставке если купил за 300 за 300 рублей по моим со скидкой за 300 рублей вот купил такие шейкеры в общем смотрите они в цвет российского флага белый синий красный хотя они американские то есть ну или по моему американская фирма или немецкая а ну сделано в тайване естественно made in taiwan а американская you say made in taiwan you say made in taiwan так вот вот так они открываются коробочки очень удобно чтобы их носить вот так чтобы они не взлетались вот три шейкера раз два три кстати сегодня эксклюзивное видео и сегодня даже в кофте пума а не в adidas как обычно они хотят на были кит видео суме так вот вот три такие шейкера прикольных они выглядят они сделаны как стоп там-тамы такие вот руками пойду не такой звук такой короче такая вот херня в общем почему их три они все разные по звуку во первых они разные по громкости и они разные по звуку вот сейчас кстати посмотрим я вот не помню вот белый синий красный значит нас флаг да начнем с белого да вот это такой шейкер это самый тихий вот это я помню что он самый тихий вот эти два из них я вот не помню как какой из них самый громкий но по идее должны быть как флаг идет берем синенький видите у него и звук другой и он громче гораздо белый дальше берем красный вот красный самый громкий такой у него звук но вот мне лично больше всех нравится белый причем именно тихий он мне нравится что он тихий потому что под акустическую гитару когда играешь там где-нибудь во дворе песни то прикольно что он не глушит и вот есть на запись ну на камеру снимаешь например диктофон у тебя если очень громкий маракаса или вот шейкер очень громкие то гитару не слышно и они все забивают весь звук вот а беленький он такой тихий в общем вот такие вот кстати прикольно они сделали что прям по цвету и они прям красному красной крови такой самый громкий ну в общем как и должен быть то есть логично как ты можешь понимать что красный самый громкий синий такой средненький а белый самый такой лайтовый вот что там насыпано я не знаю в общем сейчас я покажу как на них играть можно и опять же еще раз повторяю те кто подписать что у меня там с ритмом проблемы или еще что то я конечно мог задрочиться там потренировать определенные ритмы там поиграть и нормально записать но я не стал просто вот решил снять это видео и как получится так получится но самый стандартный ритм это вот гитару любой инструмент можно играть просто то есть сильную долю только выделяешь остальные такие послабее на самом деле не так то просто на них играть я раньше думал что просто там чё в ритм да чё сложного попадать на самом деле очень сложно попасть в ритм и чтобы это было красиво потом можно еще играть как бы шелестеть чуть-чуть можно всякие штуки делать вот такие вот например если его сжать то он вообще еле слышно можно комбинировать то есть например вот можно куча вариантов есть там вот всякие ритмы у меня не получается короче потом можно им вот так вот делать еще можно перевернуть чтобы больше плоскость было ведь другой звук можно вот так вот шуметь в конце песни завершающих можно еле-еле прямо так вот можно вот так вот и вот так вот прикольно что их три реально то есть ты можешь комбинировать на репетиции например где громкий звук ты можешь брать самый громкий им фигачить если ты где-нибудь в подъезде или вот я сейчас сижу вот у меня на часах например 12 ночи чтобы никому не мешать на так в комнате закрылся короче а то меня соседи уже и так заебали за то что на гитаре там играю на трубе ход и тут еще вот эта херня короче я так закрылся чтобы мешать окна закрыты все вот я думаю этого не слышно поэтому беленьким показываю вот как прикольно тренироваться ну вот у меня тут группа мало известная хотя может быть уже где-то и много известного очень называется марлины или марлины но марлина скорее всего такой реги я включаю и прикольно под них вот именно по дороге на игру прикольно тренироваться на пуст шейкеров потому что в них они часто используются и там нет таких тяжелых ритмов там то есть на этом плане что мощного звука там нету и под них прям хорошо у меня зачем ты топчешь эту серию если твои глаза всегда закрыты зачем ты дышишь этим воздухом Питя сменил ритм Экспериментируем В общем, вот так вот. Сейчас еще попробуем какую-нибудь песенку. Вот у меня есть группа. Я там, правда, одного человека, барабанщика знаю. И то так заочно, можно сказать. Вот. Но мне понравилось их творчество. Сейчас я ее найду. Так, секунду. Группа называется Таки Да. Они тоже регги играют. У них там песня крутая есть. Сейчас я ее найду. У них куда-то все аудиозаписи делись. Блин, может они не хотят, короче, чтобы их это на халяву слушали. А вот нашел. Мне вот это, по-моему, понравилось. Сейчас я ее мотану. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот. В общем, как и в барабанах, как в гитаре, в трубе, в любом музыкальном инструменте, самое главное это акцентирование. И вот в шейкере это особенно важно. То есть тут на этом все строится. Любой ритм. То есть ты акцентируешь. Вот. И можно разные ритмы делать. Но я сейчас просто не могу показать. Я вот плохо владею этим инструментом. Вот. Очень непросто. Вроде кажется, одна такая штука. Очень непросто попасть в ритм хорошо. Потому что он там так песочек вот этот или что там, ну не знаю, крупа какая-то. Она так перетекает. И вот сложно им как бы привыкнуть. Вот насколько она, с какой скоростью она там. Надо вот как бы... Ну то есть надо реально тренироваться. Вот я, можно сказать, второй раз в жизни их взял. Они у меня лежали долго. А что-то сегодня так прям озарило. Я их взял. Вот мне поиграть захотелось. Я решил записать этот ролик. Вот. Можно всякий там... Ну то есть масса вариантов. То есть можно два брать там. Некоторые показывают. Вот так вот берут их в руки. Вот так вот. Ну вот эти вот как-то... Обычно вот... А, ну вот так, наверное, их берут. Во, вот так вот. Там может по всех. Вот такие есть приемы, например. Вот такой прием есть. Вот так, наверное, легче будет. То есть масса вариантов, масса. Поэтому... Удачи, товарищи! Занимайтесь, главное, побольше, а не как я. И будет все хорошо.